Арцах – это та земля, где армяне были всегда. В сегодняшнем видео мы поговорим о Нагорном Карабахе. Я вышел сюда, потому что продолжается неправильная внешняя экономическая политика. Старцах – это армянская земля. Испкан веку армянская земля, и конца края этой истории нет. И таких свидетельств тысячи. И если с одной стороны нет ни одного свидетельства исторического, а с другой стороны есть тысячи свидетельств, ну, конечно, мы можем называть Арцах только армян. Даже на территории современного Еревана были периоды, когда армян не было. А на земле Арцаха армяне были всегда. Арцах – это исконная армянская земля, и армяне никогда не позволят завладеть суверенитетом Армении и честью армянского народа. Неужели Южная Африка лучше Армении? Выход только один. Позиция главы русского государства. Какое он решение примет, так и будет. И для Киева, и для Баку, и для Еревана. Мы можем обсуждать все варианты, все сценарии, но вопросы войны и внешней политики в руках только одного человека. Глава нашего государства. Мы за то, чтобы не было войны. Мы не хотим, чтобы погибали азербайджанцы или армяне. Это невозможно. Но мир без войн не получается. Это плохо. Но ключ к миру на планете Земля, к наведению порядка, только в Кремле. Только в кабинете у главы российского государства. Так было 100 лет назад, 50 лет назад, и так будет во все времена. Я уверен, что президент примет разумное решение, чтобы были довольны и в Баку, и в Ереване. В отличие от большинства россиян, правительство этой страны не заинтересовано в том, чтобы у их соседей была стабильная обстановка. В странах, которые находятся вокруг России, всегда должно быть неспокойно. Вот чего хочет Кремль. Там отрицают саму идею сильного правительства с соседних стран. Грузия, Украина или Молдовия стараются учитывать интересы России. Я никогда не был поклонником французского слова «l'ang de bois», то есть «лить воду». Мой второй срок сейчас подходит к концу, и так что я понимаю, именно сейчас мне надо откровенно сказать об этом. Я постараюсь быть конкретным. Как вы думаете, хочет ли Владимир Путин безоговорочного триумфа Армении над Азербайджаном, например? Нет. Это сделает Армению слишком сильной и потенциально слишком независимой. Думаете, что противоположный вариант развития событий, то есть превалирование Баку над Ереваном, удовлетворит Москву? Конечно, нет. Нынешний подъем модернизированного Азербайджана – это настоящий кошмар для российских лидеров. Нет, они не хотят, чтобы кто-то одерживал верх, потому что сам конфликт – это их цель. Потому что именно конфликт заставляет и ту, и другую сторону находиться в состоянии зависимости и блокирует их интеграцию в европейское сообщество. И вот вопрос. Какие перспективы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта видите лично вы? Это очень чувствительная тема, и мне представляется, что мы должны относиться к ней очень осторожно, по врачебному известному принципу не навредить. Это давняя проблема, давний конфликт. Он находился в таком замороженном состоянии. К сожалению, произошла вот эта вспышка насилия, и мы сделаем всё для того, чтобы её урегулировать, найти приемлемые для обеих сторон решения. И, конечно, здесь нужны долгосрочные решения по Карабаху. Они могут быть достигнуты исключительно, хочу подчеркнуть, это как бы такая вроде бы как расхожая фраза, но другое не могу подобрать. Политическими средствами должен быть найден компромисс. Мы несколько лет назад практически, мне казалось, подобрались к тому, чтобы найти этот компромисс с обеих сторон. Но вот оказалось, что это, к сожалению, не так. В рамках международных структур будем работать и в двухстороннем порядке будем продолжать эту сотрудничество, эту деятельность по урегулированию карабахской проблемы. Россия, вот кто бы чего ни говорил, заинтересована в решении этого вопроса, потому что мы хотим полноценно работать как с Азербайджаном, так и с Арменией. У нас, вы правильно сказали, у нас в России проживает очень большое количество армян и азербайджанцев, счёт идёт на миллионы, на миллионы идёт счёт. Слава Богу, на территорию России у нас нет никаких проблем. Более того, я знаю и армян, и азербайджанцев, которые, несмотря на все трагические события, продолжают сохранять очень добрые межличностные отношения. И считаю, что это очень правильно. Россия будет вносить свой посильный вклад. Но, разумеется, конечное решение должно быть за народом Армении. Ну, немножко двигаться навстречу друг к другу, находить компромиссы, всё получится. Я абсолютно в этом уверен. Это как раз один из немногих замороженных конфликтов на территории постсоветского пространства и даже в Европе в целом, который, на мой взгляд, можно решить. Обязательно пишите свои мнения в комментарии под этим видео. Вы знаете, что помириться армянам и азербайджанцам и туркам на раз? Поверьте мне. Ведь этот конфликт разжигала Россия на горно-карабахске, разделяя и властвуй. Это излюбленная схема России. Жили же все вместе. В СССР, там, в Карабахе, жили же все вместе. Армяне и азербайджанцы. Все жили одной семьёй. Я там был замечательно. Что в этот дом зайдёшь, что в этот, и никогда не было ничего. Разница армянами или азербайджанцами? Мы азербайджанцы. Ну, нет разницы на азербайджанцами. Мы из азербайджанцами. Я знаю, что один из главных и сложных конфликтов между армянами и азербайджанцами – это религиозные. Причём, религиозные законы просто. И они могут стать решающими. Просто ловкачи из этого делают проблему. Геноциды делали благодаря этому. Потому что кто-то находил повод это завести. Это... Азербайджан всегда был полон армянами. Я помню, никогда не было ты армяне, я азербайджанец. Мы все дружили, все вместе. Весь двор наш был. Наполовину армяне жили, наполовину азербайджанцам. Всё было абсолютно... И немножко евреев, да, посреди? Евреев тоже было достаточно. У нас в классе только было, наверное, человек пять армян, евреев, азербайджанцев, может быть, было человека четыре-пять. Тбилиси – интернациональный город. Очень своеобразный всегда был. И Тбилиси национальности не было никогда. Тбилиси – а счёт или Вахтаг, или Резу, или Маир – не имеет значения. Все друг друга любили, и так и должно быть. Иначе этот город уже не будет иметь смысла. Можно посадить двух лидеров армян и азербайджанцев за один стол и решить все вопросы, и решить закрыть вопрос с Карабахом, и все будут довольны. Урегулирование этой очень сложной, но я абсолютно в этом уверен, решаемой проблемы зависит от доброй воли двух народов и двух президентов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие мнения есть об этой ситуации. Самая мощная сегодня – сплоченные все. Они же сомнут Армению. Сомнут её полностью. Нет, 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 я оптимист, я оптимист. Я уверен, что будет лучше, конечно, лучше будет. У нас сейчас одна проблема. У нас искажена власть. Восстановить это всё, всё встанет на своё место. Будет нормальная страна, свободная страна, и вопросы с Азербайджаном решатся, и вопросы с Турцией решатся. Чтобы делать эту возможную встречу более понятным для сторон, как мы будем обсуждать, что мы будем обсуждать. Но тут невозможно разрешить этот конфликт, не решая некоторые очень конкретные вопросы. Ну, например, я объявил, сказал неоднократно, что я могу вести переговоры от имени Республики Армении. Но конфликт же, конфликт Нагорного Карабаха. А кто будет представлять Нагорный Карабаха? Потому что Нагорный Карабах – это один из основных сторон конфликта. Я вообще к азербайджанцам отношусь хорошо и ровно. Там живут племена различные на территории Азербайджана, которые имеют свои исторические названия. Там Лизгин, к примеру, ещё кто-то. И они имеют свою историю, вот эти отдельные племена. Но как государства Азербайджана не было. Это никто не спорится, и Азербайджан это знает прекрасно. Поэтому как может исторически Арцах принадлежать тому, чего никогда не было? Арцах никак не может быть азербайджанской территорией, потому что Арцах – это древнее очень государственное образование. А Азербайджана не было вообще сто лет назад. Он появился меньше ста лет назад в результате деятельности Ленина, Троцкого и Джугашвили, которые отдали территорию, которая была под контролем Советской России, по сути Турции. То есть усилили Турцию таким плацдармом. И появился Азербайджан. До этого просто не было истории Азербайджана. Его не было, не существует, его не существовало. Отношения между Арменией и Россией очень хорошие. Лучше, чем с любыми другими странами СНГ, бывшие все наши Советские республики. То есть они более открытые и обоснованные. Армения всегда была в зоне риска, опасной ситуации, международной. Это ее соседи такие. И такова была история. Регион самый напряженный. За Кавказе. И рядом Иран, Израиль, весь Ближний Восток. Турция. А сейчас ситуация тоже непростая. Конечно, нам бы хотелось, чтобы нормализовались отношения между Арменией и Турцией, между Арменией и Азербайджаном. Хорошо бы, чтобы был мир и спокойствие в Иране. Но Израиль не хочет заключения того соглашения, по которому договорилась шестерка в Женеве. И урожает нанесением удара. То есть остаются проблемы. Там стоит наша армия. И есть проблемы с блокадой транспорта, связи, топлива, энергии для Армении. Тем не менее, развивается торговля между нами. Мы находим необходимые основания для взаимодействия, заключения нужных правовых документов, договоров. Поэтому можем оценивать только положительно весь комплекс отношений между Россией и Арменией. Ну, вы знаете, это только предварительный процесс, предварительные разговоры. Чего они уничтожили? Они что, докуда-то дошли? Они даже не продвинулись за территорию буферных регионов. Поэтому, что говорить. Я не такой большой военно-специалист, как господин Шевченко. Поэтому я буду ссылаться на мнение военных авторитетов, на людей с большими звездами и хорошо в этом понимающих. Во-первых, очевидно, что несмотря на фактор внезапности и бесспорно значительное техническое превосходство, особенно в современных средствах ведения войны, азербайджанской армии, она и близко не смогла решить поставленные задачи. Поэтому говорить о каком-то блицкриге смехотворно, говорить о том, что что-то уничтожено, а куда продвинуться-то? Сколько потеряли? Но если перестать врать и реально посчитать погибших, то это же ужас-ужас. Поэтому о чем говорить? Так что смешно рассуждать о фантастических военных победах. Но армии Нагорного Карабаха, надо обратить внимание на то, что несмотря на блестящую выучку и колоссальное мужество, и мощнейшее ополчение, я бывал и не раз в Нагорном Карабахе, могу сказать, что там отношение к армии совершенно потрясающее, необходимо сконцентрироваться на технической оснащенности, современными методами ведения войны. А говоря о том, где какая армия, вот я, насколько я знаю, сын президента Нагорного Карабаха, уважаемого Бако, сейчас служит в армии. И сын московского предпринимателя Рубена Варданена служит вместе с ним. А дети азербайджанские элиты служат в передовых частях? Вот и ответ на вопрос. Какая армия народная, и какая армия понимает, какие цели и задачи она решит? Сейчас, находясь в древней армянской столице Шуши, поздравляю всех армян с годовщиной победы в Шуши, с возвратом города своего, с большим подвигом, который был совершен. И от всего сердца желаю вам мирного неба над головой, дорогие армяне, чтобы прекратилась война, чтобы вы жили мирно на своей земле, чтобы прекратили на вас нападать с разных сторон. И еще я хочу обратиться к тем, кто говорит, что невелик был подвиг у армян, когда они брали Шуши, потому что турки бежали, азербайджанцы бежали. И у них была паника, и они убежали. Драгоценные мои, вам надо посмотреть, по каким скалам карабкались вооруженные армяне, ответственным, какой высоты, для того, чтобы понять, какой это подвиг. Потому что азербайджанцы же бежали после того, как армяне начали нападать, а не до того. В этом и есть подвиг победителей и поражение побежденных. Одни нападают, другие бегут. Поэтому мы сегодня поздравляем армян с победой, потому что это их победа. И для того, чтобы вы представили себе воочию, что вообще сделали армяне, возвращая себе Шуши, какой это подвиг, такой реальный, я не поленюсь сегодня съездить и отснять эти скалы, по которым они карабкались, и выложить здесь же. Так что вот вторую часть видео посмотрите и прикиньте на себя. Смогли бы вы, те, кто говорят, что да, что там такое, вот подняться по таким отвесным скалам. Вот посмотрите, уважаемые, вот здесь карабкались вооруженные армяне. Вон оттуда, вон оттуда. Вот здесь камера слабенькая, поэтому не видно орлов, которые там летают, она не берет. И вот досюда, доверху, вот по таким скалам, по таким скалам лезли вооруженные 90 человек. Вдумайтесь, 90 человек, героев в одном месте, потому что это реально надо быть героями, чтобы это сделать. Это очень высокая концентрация героев, я вам скажу, для нашего трусливого времени. И вот этот подвиг они совершили. То есть они с боем взяли эту гору, шуши. А то, что там говорят, начинают рассчитывать, сколько где войск было, кто как где заходил, откуда. Вот нужно один раз подойти и встать на краю этой пропасти. И сразу все в голове становится на место. И понимаешь, с чем поздравлять людей. И я знаю некоторых из тех, кто совершил это. И я горжусь тем, что я дружен с ними. Что у меня есть такие друзья. И я пользуюсь случаем, поздравляю вас, уважаемые, еще раз поздравляю вас с праздником победы в древней армянской столице Шуши. Меня часто спрашивают, почему ты любишь Армению? Армению сложно не любить. Потрясающая природа, удивительное небо, плодородная земля. Мужчины, которые своей жизнью доказали свое право называться гордыми преемниками великой истории. Женщины, трудолюбие и заботливость которых настолько потрясающие, что каждый мужчина чувствует себя генералом в армянской армии. Женщины добрые и красивые. Мужчины, которые землепашцы и строители, великие писатели и замечательные музыканты. Но когда наступает момент истины, они становятся войнами. И становятся войнами непобедимыми. И женщины, которые по-прежнему ждут их рядом. И когда мужчины возвращаются домой из войны и отправляются зарабатывать деньги, женщины воспитывают детей. И воспитывают их в традиции, когда, глядя на армянскую семью, хочется сказать, вот это настоящая семья. И когда видишь отношения, то испытываешь чувство гордости за этих людей. Поэтому Армения не только фрукты, не только виды на гору Арарат, которые до сих пор почему-то не наши, не только воспоминания о прекрасном Ереване и непокорившемся Степанакерте. Это не только гордость за то, что и в Риме есть карты, по которым ясно, где была Великая Армения, когда все соседи еще нервно переживали. Но самое важное, за что чувство гордости всегда переполняет, самое важное – это армянское сердце. Самое важное – это то, что каждый армянин чувствует в себе ответственность за великую историю и принадлежность к великому народу. Поэтому, когда ты встречаешь армянина, и он твой друг, ты знаешь то, что каждый армянин, живущий на этой земле, тоже частичка тебя и частичка этой великой дружбы. В моей жизни я видел множество подступков, которые наполняли мое чувство, мое сердце чувством гордости, и у меня выступали слезы. Мои друзья приходили мне на помощь, когда мне было тяжело, и в радость они были рядом. Я всегда знал, что есть телефон, по которому я могу позвонить. И есть люди, которые появятся, не спрашивая, что случилось, а просто потому, что они должны быть рядом. Это настоящие друзья. Это армяне. Вообще, вот, вам хорошо здесь, в Москве. Здесь товарищ что-то сказал насчет, опять вот ошибка была, он тут говорил, что, да, ведущий, что-то там армянский юноша, от любви какой-то женщины, на Арарат взберется. Да, Арарат отдавать не надо было, или забрать сперва. А потом про девушек. Вот сперва Арарат вернем, а потом армянские юноши пускай смотрят на армянских девушек. Вольфович, это главная тема всех армян. Вы наш друг, помогите вернуть Арарат. Смотрите, вы же все можете. Вот мы здесь стоим, вот этот Кремль, этот зал, это русский Арарат. Святое место. Самое святое место. Здесь флаг трижды поменяли. И каждый раз вы пострадали. Был черно-желто-белый. Великая империя. Ну, уже мы шли, уже, не только Карл Сардоган, вся Анатолия должна была принадлежать армянам. Большая Армения. Русская армия шла уже, но предатели пятая колонна в Петербурге и здесь, в Москве, помешали. Мы терпели неудобства, может быть, даже легкие неудачи на Западном фронте. Немцы сюда умели воевать, и Запад все-таки, весь Запад, тяжело нам было сразу победить. А там не было проблем. Все там сложилось, порядка. 16-й год, еще полгода бы, и была бы большая Армения. Но дураки в Петербурге и Москве не поняли, где мы можем получить прибыль. А немцев пускай били бы французы и британцы. Пусть бы они друг друга били. А нам бить надо было. Потому что турецкая армия терпела поражение от греков и итальянцев, которые никогда не умели воевать. А тут русская армия. Смяли бы все до упора. Вам, Арарат и вся Анатолия, нам проливы. Я люблю море. Море люблю проливы. Процветание Арцаху и хорошего, крепкого здоровья всем армянам, которые там живут. народа племени вы. Из великого мудрого. Анализ. Это вам надо сделать анализ. Сыны кочевники. Почему? Дети кочевников. Да, я кочевник. Это вы кочевники. Верблюдок. Вон я блюдо вас кочевники. Пастухи вы все. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. Также не забывайте писать в комментарии и высказывать свое настоящее мнение по этому поводу. Субтитры сделал DimaTorzok